Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала и особенно посетительницы! Вы знаете, наиболее активными оказались по сравнению с мужским населением. Вот я читаю ваши комментарии и просто радуюсь. Я благодарна Геннадию Петровичу. Много чего из его книг мне пригодилось в жизни и улучшило здоровье. Ну, прекрасно, прекрасно. И вот знаете, у меня такая мысль возникла. При моем канале создать отдельный женский клуб, где бы вы делились, не просто вот много еще книг мне пригодилось в жизни и улучшило здоровье, а рассказывали, что именно пригодилось, как вы улучшили свое здоровье, свою жизнь. Это очень интересно, потому что, ну, невозможно, знаете, невозможно слушать, как бы мягко сказать, как бы мягко сказать, вот когда нету какой-то переемственности в семье, там, нет, мне уже там живут без бабушек, там, бабушки отдельно, мамы отдельно, дочки отдельно, рожают детей, потом не знают, как за ней ухаживать, как то, сё, пятое, десятое. И в итоге получается, знаете, на незнании элементарных вещей, такие ужасные вещи, которые перечеркивают не только дальнейшее здоровье ребенка, но и ставят крест на его дальнейшие жизни. Ну, вот смотрите, как раз вот если брать Юлинку, она там рассказывала, и вот она возразилась в детстве грибком. Ну, грибок и грибок, никто на это не обратил внимания, ни на грибок, который там сначала с ног пошел, ни, допустим, ни на молочницу, да и что, ну и пускай. И за это время, когда человек стал взрослым, вот в 19 лет, что получилось? Что этот грибок пролез по организму и влез туда, где можно наиболее сытно питаться. Как правило, это органы, которые связаны с выработкой жизненной энергии, с продлением рода, а именно, вот смотрите, яичники, на яичниках возникли разного рода кисты, и в 19 лет делалась операция. Встает вопрос, а почему там возникли кисты? А вообще, а что такое за киста? А какой механизм ее развития? Я уж возьму на себя смелость сказать, что если у девочки был грибок лет в 5, лет там в 9, в 10, то попав в организм, он пролазит по всему организму, находит вот такие вот наиболее лакомые органы, и начинает там селиться и хрюмать. В результате организм, если это яичники, начинает отвечать вот образованием кисты, чтобы хоть как-то там что-то это закапсулировать, что-то сделать. То есть это повреждение. Повреждение вызвано микропаразитами. Микропаразитами такими, как грибки, бактерии. И никто это не хочет не понимать, не соответствующим образом лечить. А все это да, вырастешь там, будешь большое. Ну и что-то выросло большое ты стала. Раз тебе операцию там сделали, и что там? Грубо говоря, смотри, что еще там они сделают, что женщина может уже стать не женщиной. И, как бы сказать, и кто детей не может быть. То есть семейной жизнью может быть поставлен крест. Все. А зачем ей это надо? Плюс, опять-таки, вместо того, чтобы что-то решать, а вот тебе таблетки, и давай 30 лет ты их принимай, принимай и принимай, чтобы он что-то там выравнивал. Ну, нельзя так поступать со своим организмом. И, знаете, я вот хочу просто обратиться к тем людям, которые действительно, и я так думаю, что на канале такие отбираются, которые действительно хотят быть здоровыми, хотят разобраться в своем здоровье, хотят выздороветь по-настоящему. А не просто там закидывая таблеток, и 30 лет на таблетках, а потом еще дальше. А, дальше там. Еще там что-нибудь. Что все это можно обойтись. Ну, посмотрите, вот это вот последнее. Два года ведения здорового образа жизни так, как надо. И человек избавился от того, от чего его 30 лет лечили. Вот, поэтому я думаю, как раз вот этот вот женский клуб, где вы будете делиться тем, что, как у вас получилось, что не получилось. Я со своей стороны, ну, буду там помогать, комментировать. Ну, насколько я знаю. Насколько я знаю, настолько я вам и помогу. Ну, вот смотрите. Прекрасный комментарий пользовательницы GG2BL5IB2X. Пишите, вот, когда вы будете комментировать. Вот вначале, просто, как вас зовут? Ну, что это такое? Нас всех делают какими-то пользователями, какими-то безвлекими цифрами. Но не идите на поводу у этих. Ну, пусть они там хоть как-то вас назвали. Но вы не миритесь с этим. Напишите, что там, допустим, там Галя начинает, там рассказывает. Значит, вот что выберем. Лечение 30 лет и здорового образа жизни 2 года. Вот как раз пользовательница пишет. Геннадий Петрович, спасибо за труд и за то, что делитесь своими знаниями. Знания общечеловеческие. Это постоянно подчеркиваю. Не надо, вот, знаете, монополию делать на какие-то знания. Это мое и все. Может быть, просто за то, что я собрал и рассказываю их, как они работают. Просто, грубо говоря, проявлять свою благотворительность. Итак, благодаря вашим книгам я вылечила язву в луковице 12-перстной кишки за месяц. Девушка 25 лет. А, кстати, кто-то как раз спрашивал, что вот эти самые, язвы пищевода, как их лечить, что там делать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, почитайте комментарии, значит, посмотрите, как это происходило. Итак, в сентябре 22-го года заболел живот, газы, диарея, запор, вкус желчи во рту. То есть, за счет чего-то произошла, как бы сказать, остановка организма. Это надо там разобраться. Почему она произошла? Это, как бы сказать, следствие. Во время сильного обострения, я не знал еще, что это язва, решила поголодать 6 суток. Два дня водные, два сухого, два водные. Мое первое голодание. Ну, видите, все-таки это 6 суток. Это ж не 45 там суток. То есть, уже как-то легче с таким голоданием там справиться, понимать и прочее, прочее. Но, вообще-то, я вас отсылаю, если кто хочет научиться голодать, школа голодания с одних суток. Изучайте свой организм. Мы все разные. Итак, дальше. Болел живот и были сильные позывы тошноты. После голодания обострение прошло, но иногда после приема пищи живот побоял. Значит, что делает голодание? Во время, когда человек голодает, то оболочка и пищевода, и желудка, и кишечника получает возможность восстановления. То есть, она не работает. Она, как бы сказать, не слущивается. Она не раздражается механической пищей, поступлением вот этих пищеварительных соков. Это агрессивная среда, вообще-то, для нее, которая вызывает ее обновление. А тут нету, и, как бы сказать, стенки кишечника, стенки пищеводов, стенки желудка, они могут позволить себе время на то, чтобы восстановить себя более прочно, более, как бы сказать, качественным. Через три недели после отпуска сходила на ЭФГДС, так как боли продолжались. Обследование выявлено две активные язвы 0,8 см и 0,9 см, а также рубец 0,9 см. Видите, там уже три язвы были. Одна зарубцевалась, а две в таком там состоянии. В больницу сразу выписали тяжелые антибиотики, тяжелые антибиотики, и все. Разобраться, разобраться, вот мне бы хотелось узнать, в сентябре заболел живот газа, диарея, запор, желчка, а то и так далее. А что произошло в сентябре? Что? Вы там съели немытого, арбузом наелись там, или еще что-то, еще что-то. То есть была сильная причина. Либо вы там понервничали. Вы же как-то вот, знаете, вот, начинать с истоков, откуда это все начиналось, чтобы понимать, на что действовать. А так не понимая, вот, тяжелые антибиотики. После тяжелых антибиотиков, надо потом опять еще лечиться, восстанавливаться. И я снова решила поголодать, но уже подольше. Другое дело, чем больше срок голодания, тем он более качественно действует на стенку кишечника. Он ее лучше восстанавливает. То есть есть время. Одно дело, грубо говоря, неделя восстановления, а другое две недели. Плюс еще что-то там меняется в организме. То, что вызывало эти. То есть угнетается болезнетворная микрофлора, которая все это дело поддерживает на голоде и так далее. Вот смотрите, мы лечим, лечим, лечим от паразитов, гоним глистов, 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 все они начинают вываливаться клубками дохлые. Видите, что делает голод? И плюс он уничтожает всю там болезнетворную микрофлору, которая была. Всего того-то рост прогадала 10 суток. 4 сухих и 6 водных с уриной. Хотелось 14 суток, но на десятые сутки вес был 44 кг, а при росте 170. Поэтому приняла решение выходить. На пятые сутки начала копить мочу и сделала два раза с перерывом в один день клизму изупаленной урины. То есть изупаленная урина более мощно действует, отдирая разного рода всю эту тину болезнетворную, которая там имеется у нас в кишечнике. Так принимала в ванны, а после обтирала с оливковым маслом. Молодец! Выходила на овощах на пару. Правильно! Срок тут небольшой, а организм еще не успевает уйти, знаете, так, пищеварение углыбь. И поэтому легче его запустить. Поэтому овощи на пару, хорошенько жевать, пилая, пью травяной чай, ромашка, чабрец, матрешка какая-то, мелиса. Хлеб вообще исключила сейчас сама пеку без глютена. Смотрите, хлеб исключила. Хлеб прекрасный продукт, особенно из проросшего зерна. Но! Это цельный хлеб. Но знаете, что получается? В хлеб при его производстве добавляют дрожжи. А это уже вредит нашей микрофлоре. Какие смотрят дрожжи? Я жил в Москве, жил в Москве, когда я служил на почте ямщиком на Первом канале, да? Кто там, кто в теле, тот знает. Так вот, я покупал хлеб, допустим, сегодня я купил хлеб, значит, я его там что-то поел, не поел, и примерно уже на завтра, к вечеру, он начинал покрываться плесенью. А эта плесень, попадая сюда, естественно, она всю эту микрофлору на свой лад, то есть она начинает формировать свою микрофлору, которая идет в разрез от нашей и начинает болеть живот, газы, диарея, запор и так далее. Все это, знаете, все эти симптомы начинают проявляться. А потом уже и, грубо говоря, и дырки слизистые. Так, эпикуб без глютена. Глютен это есть сорта пшеницы, которые содержат вот глютен. Что такое глютен? Это слизь. Белковая слизь, которая особо что она делает? Она просто-напросто при попадании внутрь нашего организма у нас имеется там, знаете, такая щеточная кайма в тонком кишечнике, через которую проходит пища. Она должна специальным образом работать, чтобы, знаете, пропускать пищевые вещества, не пропускать там бактерии и так далее, и так далее. Это вообще сложное устройство кишечной стенки тонкого кишечника. Так вот, этот глютен, он его просто-напросто как слизью замазывает. И вот этот пористый катализатор, как его говорил, уголе, он перестает работать. То есть, нарушается нормальное всасывание. А раз нарушается нормальное всасывание, значит, начинается разложение крахмала, или не крахмала, а, допустим, что там уже из крахмала получается, значит, глюкоза и так далее, такие вещества. Начинается на ней размножаться совершенно иные бактерии. То есть, у нас бактерии не отпомогают, а, грубо говоря, бактерий у нас там много в организме. Так вот, если мы вовремя забираем пищу, стенка только всосала, то бактериям там достается минимум вредным. Если же, это в тонком кишечнике, я сразу подчеркиваю, не в толстом, вот, если же кишечная стенка не успела это всосать по каким-то причинам, а этот субстрат пищевой здесь остался, подвергается бактериальному разложению с газами, диареей и так далее, так далее, так далее. Плюс вся эта дрянь всасывается еще в толстом кишечнике в кровь, и, пожалуйста, у нас нету ни сил, ни иммунитета, у нас ничего, ни красоты, ни желания. Поняли, как это работает? Блютен, чтобы вы знали. Так, практику раздельное питание. Правильно, раздельное питание позволяет вам облегчить пищеварение. если мы питаемся смешанно, то превращаем свой желудочно-кишечный тракт в помойку, все туда набросали, и думаем, он сам там разберется. Оказывается, нет. Нету в природе такого. Вот именно в природе сначала там потребляется один продукт, потом мы перешли на другое место, другой продукт. Это в далекие времена. И эта вся система сохранилась. как потреблять. Поэтому раздельно, правильно сочетая, жидкости до еды, потом салат, а потом уже что-то одно, грубо говоря, мясо так мясо, кашу так кашу, картошку так картошку, но не картошку с мясом. Прошла ФГДС, через месяц и врачи ничего не нашли, сказали, что все замечательно, даже рубцом не осталось. Насколько может восстанавливаться слизисто? Слизисто нашего пищеварительного тракта это очень быстро слущиваемая поверхность, которая постоянно восстанавливается, она восстанавливается буквально-таки там за сутки, ну, смотря где. Если не быстрее, так идет. Поэтому если нормально все делать, вот как здесь, то все исчезнет ни рубцом, ничего. А если же вот эта язва остается, о чем это говорит? Ну-ка, девчонки, подумаем, подумаем, подумаем. Правильно, это говорит о том, что какое-то повреждающее слизисто оболочку фактор у вас находится на постоянке и он гнездится в вашем образе жизни. Надо его устранить. За все это время я ни разу не пила лекарств. Ну, вы знаете, вот опять-таки, вот лекарства мы пьем, пытаясь заживить эту язву, там, допустим, пищеводи, там, грубо говоря, в луковице, там, 12-е перстной кишки и прочее, прочее, прочее. При этом безобразно питаемся и надеемся, что лекарства за нас сделают. Это вот позиция научной медицины, что вот так лечить. Пришел, да, вот тебе рецепт, боли отсюда. Но вы же хотите стать здоровой? А если вы хотите здоровой стать, идите сюда на канал, идите сюда в женский клуб, включайте свою головешку, чтобы она работала. Плюс, смотрите опыт других, а то там, знаете, чаты, маты есть и так далее. Вот самый лучший чат. Так, вашу книгу мне посоветовала мама, она уже 20 лет про какие-то голодания чистые. Молодец, понимаете, вот тут сказалась преемственность. А если бы не было это, некому было там посоветовать и что, и тяжелые там эти самые, что там, антибиотики, гормональные препараты, еще что-то, еще что-то. А эффект какой? А эффект такой, что женщина красавица, умница, берегиня семьи превращается в развалину. Ей уже не до семьи, ей уже не до мужа, не до детей, ничего, и не охота. Ну подумайте вы. А тут как раз, вот как раз пишет, для меня открылся совершенно новый мир. Спасибо вам. Хочу поделиться, какие изменения произошли помимо заживления и язвы. То есть человек борется там с язвой, это то, что, знаете, говорится, вот сейчас оно действует. А помимо того, если человек работает над собой, он получает массу бонусов, таких приятных, о которых он даже не ожидает. Смотрите, первое, полностью перестало болеть место, где были разрывы мышц. Травму я получил в конце февраля этого года. Как-то написано, разрывы мышц, рабдо, не знаю, что-то такое. То есть прекрасно лечатся вот эти все, знаете, разрывы мышц и прочее, 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 прочее. То есть организм может это все восстановить. Хотя, хотя считается, опять-таки, официальной медицины, если разрывы, если еще что-то, нет, только сшить, только еще там сделать и так далее. Второе. Колено после удара мучило год, сейчас все в норме. Ну, я так понял, тут травма была какая-то. Третье. ЖКТ работает без перебоев, нет запоров, деревьев, газов, если придерживается правильного питания. А если не придерживается правильного питания, то возникает, что возникает? Сначала газы, это говорит о том, что пошло там брожение, из-за того, что размножается болезнетворная микрофлора, которая далее вызовет то запор, то диарею, и плюс еще все эти продукты деятельности бактерий сосутся в кровь и сделают вашу кожу, ваши волосы, ваше здоровье на порядок хуже, чем они должны быть. Появилась гибкость, гибкость появилась. Это говорит о том, что соединительная ткань очистилась. А так все нашпиговано вот этими шлаками. Знаешь, человек как будто он надулся, он надулся вот так вот, и все, у него ни туда, ни сюда. Лишняя жидкость задерживается. Так, пятое, побелили зубы на несколько тонул, а то драйвим зубы от зубного камня и так далее. Да они все станут красивые зубы без всяких вот этих искусственных вещей, которые там белыми зубами там вставными. Ушли отеки. О чем я вам говорил? Как только отеки уходят, появляется гибкость. А отеки говорят о том, что лишняя вода держится в организме для того, чтобы разбавить вот это вот дермецо, которое возникает от запоров, от диареи, от тех же газов, производителем которых является болезнетворная микрофлора, которую красавицы вы мои подкармливаете неправильным питанием. Например, кофе с булочкой, с чаем кофе. Вот и все. Вместо того, чтобы прожевать, вы просто все это проглотили и пускай, и нехай там разбирается желудочно-кишечный тракт. Ну вот он и разбирается, что вот так потом появляется. Седьмой. Улучшился сон. То есть, человек стал более спокойнее, более, он более естественный стал. Когда в нас, вот мы все смотрели голодание, там, Эдуарда, голодание других, мое там, сколько гадостей выходит. Килограммы, десятки килограммов выходят вот этих шлаков, вот этих водорослей. И мы думаем, что это нормально, мы живем нормально. Да если заглянуть туда внутрь, вот если, знаете, стенка у нас была стеклянная, брюшины, и мы там как в кишочке тоже стеклянные были, и мы как посмотрели, что там имеется. А какая жидкость у нас межклеточная. Ой, 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 держите меня. Так, до первого голода меня мучил сонный паралич, сейчас его нет. Не знаю, что такое сонный паралич, потому что, знаете, из-за того, что, грубо говоря, когда у человека, из-за его, мягко, если сказать, необразованности, не работает голова, которая должна следить за его здоровьем, как поет этот самый голова в ответе за твой зад, куда он садится. Если она не работает, ну, что ж, тогда и паралич, тогда все, что угодно, знаете, не мудрено, что возникают какие-то все новые-новые заболевания, и медицина только успевает их классифицировать. А лечение-то, и не хочу сказать, что я это открыл, оно было давно открыто, давно открыто. Хотите, вычистите свой организм. Чисткой организма вы создаете условия для того, чтобы он нормально работал, просто нормально работал. И как система самовосстанавливающаяся, он только раз, все, все восстановит сам, и более того, еще улучшит. Восьмое, во время и после голода возникли новые идеи, цели. То есть, начинается меняться мировоззрение, начинает меняться вообще отношение и вас к пространству, и пространству к вам. Вы становитесь, знаете, вот как бы сказать, единой, единым образованием. Вы помогаете ему, оно помогает вам. Это вообще удивительный феномен, девчонки. Давай в клуб, клуб создаем, и будем делиться вот этими новыми целями, новыми идеями, которые у нас возникают. Так, чувствуется, что можно свернуть горы. Это говорит о том, что пошла энергетика. В организме не было энергетики, которая целиком тратилась на то, чтобы уничтожить последствия запоров, делей, подавить эту самую инфекцию от всего этого, грубо говоря, газообразования и так далее. Написал это Камила Москва. Молодец! Итак, кто за создание женского клуба? И, кстати, и вы, милые женщины, дайте ему свое название. Голосуем, голосуем делом. И как раз, смотрите, я вам сказал, вот, начинается новый цикл. Если мы сейчас сам с вами сделаем, у нас это все получится. И мы загремим на всю планету. Нести подлинное здоровье, а не просто какие-то, знаете, вот это самое, вот это я скотчем заклею. Доброго вам здоровья, ца! Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики, прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и улыбленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется, и всех людей дается. Шелестят конфет отвертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он по танке нам пройдет, радостей любого все, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и подчерканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ, наступает наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он по танке раздает, радостей любого ждет, это Новый, Новый год. Так, если дружок сердечный, наливай бокал, Аскарди, загадай свое желание и подзвонку рам-пам-пэй, ой, веселись, 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 веселись народ, наступает наступает Новый, Новый год. Ох! Он врачу нам несет, он по танке раздает, радостей любого ждет, это Новый, Новый год. Ох! Ти-та-таум, боб-пи-о-бум-бум-баум, боб-би-бби-бом- ду-ду-ду-ду-бу-бум-баум, ба- хи-хи пиу-ковххххххххххххххххххххххххххххх Продолжение следует...